своих преданных подписчиков попрошу набраться терпение новости недели будут завтра пора дед редэмшн а сегодня у нас новости недели по фоллауту так как это вторая моя любимая игра от компании битесда fallout 76 нас порадовали синематиком точнее обычным роликом трейлером по фоллауту 76 по обновлению westlanders где добавляют npc подписан он как ролик номер один скорее всего до выхода до 7 января до 7 апреля нам покажут еще несколько роликов и сегодня мы его разберем обсудим новости новости с беты которые удалось нацарапать выцарапать так сказать среди то сам не участвую спойлеров не будет эта информация лишь только мои мысли и дата майк и погнали с вами хотика хотика и сократ ну а перед началом разбора трейлеров и новости недели хотелось бы сказать что беседка дала понять что выпустит новое обновление длс в первом квартале двадцатого года не естественно не пояснив что это будет игровой год как мы все знаем первый квартал это и январь февраль и март вот что значит первый квартал он действует в компаниях бухгалтерии в принципе везде но игровой год первый квартал это начинается с апреля то есть январь февраль март это закрытие четвертого квартала это закрытие финансового года инвесторов портфелей и так далее так далее люди которые в девятнадцатом году в феврале выпускают игры они рассчитывают на доход и закрытие успешно финансового года девятнадцатого они начала двадцатого игры которые выходят осенью это ровно половина от финансового года поэтому хорошие успешные три пола и проекты выходят как правило выходят осенью потому что это ровно половина года для того чтобы закрыть финансовый год либо успешно либо с какими-то отклонениями его проще делать прогнозы чем наскоряк закрывать в конце года показывать огромную прибыль а в итоге игра может и пойдет с возвратами не окупится суть не в это короче вопрос не про это вопрос именно про 76 фоллаут первый квартал нам так и не уточнили ну слава богу хотя бы выпускают в начале то есть именно в апреле 7 я так думаю вот почему его не выпускали раньше потому что это все-таки девятнадцатый год и выпускать в марте в закрытии девятнадцатого финансового потом 20 показать провальный тоже не вариант следующее обновление соответственно нам покажут на е3 я думаю не раньше я имею ввиду что будет после вы с лендерса какие дополнительные новые пушки скины там легендарные игроки там компоненты так далее давайте посмотрим что нам показали на данный момент на данный момент от беседки и вот с этого момента мы остановим кадр посмотрим что здесь выглядит мне больше всего но это понятно это начало она уже была показана и до этого мне больше нравится всего вот эта броня справа на правом персонажа нечто подобное какое-то а накидка из шкуры какого-то там волка медведей или тогда я гайами виду и так далее так далее то есть в принципе моделька скина вообще просто выглядит четко я уже хочу такую броню не знаю что такое но в принципе вот этот момент уже заинтриговал мой взор как дополнительный новый шмот которого раньше не было много кастомизация персонажей и уже с первых минут беседка любит заинтриговать дав дав на долю секунды посмотреть а что же это такое и собственно все из начала трейлера все остальное уже здесь нам показывают город поселенцев основная их крепость как мы видим звуки тут как будто там на заднем фоне кто-то говорит надеюсь это не просто вставка звуков а действительно город очень очень напоминать будет хотя бы какое-то более-менее подобие действительно оплата людей они 23 человека на 5 пустых домов единственное что мне не очень бы хотелось чтобы люди ходили просто туда-сюда были как-то вовлечены на нашего главного героя обращали на него внимание начинали с ним разговаривать то есть это чтоб не было как в четвертом фоллауте ты приходишь и люди просто тупо колоть от дома и так всю игру он просто ходит и мимо колоть и дом и господи пожалуйста беседка во имя христа луста не называйте поселенцев поселенец один поселенец 2 или рейдер 1 рейдер 2 придумайте им просто имя пусть ними даже нельзя будет разговаривать но просто имя не надо называть нпс тупо боту вот как бы вот он тут есть потому что вы его просили вот пожалуйста бот номер один бот номер два делайте с ним что хотите хоть воруйте убивайте трахать вообще ни на что не влияет то есть хотелось бы именно чтобы у ботов была хотя бы какая-то история людей не так много их всего единиц ну уж придумайте вы на 5-10 человек какую-то свою личную историю но быстрый стоп-кадр однако меня вот здесь больше интересует что говорит диктор или что мы сейчас видим на субтитрах горах было кое-что обнаружено после чего соответственно будет следующий кадр где будет забыта эта тема то есть нам сказали в горах было кое-что обнаружено я так понимаю впоследствии мы увидим что возможно было обнаружено в горах это будет новый босс ну то есть новый групповой босс я больше чем уверен что это будет групповой босс вряд ли он будет где-то в данже скорее все будет открытый мир также как и матка соответственно ну и тут весть из полей ни для кого не секрет что матку зверожогов скорее всего на мой взгляд не выпилят из основного сюжета то есть она останется как босс групповой один из групповых боссов который на данный момент единственный ракеты мы также ядерные будем запускать единственное что я больше чем уверен что точки спауна зверожогов пропадут разломов будет мне кажется штуки две-три если брать из дата майнинга то видно что по карте распространения горелых их значительно урезали таким образом получается что как таковой горелый все равно останутся но как остатки чисто как была история и нас будет ждать новый босс то есть они убирают 94 убежище и кстати здесь тоже интересный момент я думаю намного ну процентов на 90 я уверен что никаких квестов не будет связанных с добычей стали и ресурсов соответственно и схем мне кажется сделать все банальные просто что это будет продаваться у мурмура за токены либо у новых торговцев торговцев людей рейдеры которые будет с новой валютой виде золота который будет получаться за выполнение квестов событий ежедневных заданий еженедельных и так далее так далее и таким образом получится что мы сможем просто за валюту внутриигровую купить себе рецепты которые сейчас добываются с большим трудом и сталь которая также проходится только сплоченной командой и это очень печально что лично один из моих любимых мест времяпрепровождения это не запуск ракет потому что там достаточно любое количество людей просто мясо хоть в соло можно сбомбить шип сквозь где более или менее нужна тактика меду ложный шип сквозь где самозванец где надо иметь хотя бы двух человек со связью которые более-менее понимают что делать ну и убежка где надо четыре человека на эксперте который прям голосе друг друга чувствует и понимаешь надо делать чтобы прям вообще все было здорово и мне очень жаль что этот контент выпиливают ну собственно продолжим дальше people from outside are coming in and they're coming to stay here from one of the local votes right all of my people are at risk i'm willing to pay good money if you put an end to this for me we ain't gonna let anyone stand in our way ну и собственно беседка не было беседкой сет не продавала бы косметику без носу без нового обновления короче нас как всегда ожидает два набора которые можно купить отдельно от каждого или все вместе для тех кого есть 76 fallout также можно игрокам купить в стиме будет игру вместе с этими же обновлениями внешний вид на персонажа место смерти то есть мешочек флаг камп измененные сундук самый главный измененный рюкзак и силовая броня господи и все собственно как бы на этом и все не про новых компаньонов спутников будут они не будут можно ли с ними бегать по всей карте нельзя или не только в лагере с вами говорили что можно с ними романсить легендарные персонажи с девятнадцатого года игроки ожидают ливил кап энд гейм полностью отсутствует у нас было всего 94 убежище и матка которую сейчас собственно благополучно один из контентов выпиливают и что нам остается обычным трудягам работягам да собственно ничего на бете показали только основные механики взаимодействия людей npc с живыми людьми и нпс с нпс друг с другом больше ничего нового оружия как такового нету только за исключением пару гаусса и лука новых перков нету легендарных персонажей нету собственно вообще ничего не показали будет ли на бете в трейлере тоже ничего не показали в следующие последующие трейлеры которыми нас будут баловать безусловно безусловно мы их также будем разбирать а если вам понравилось это видео обязательно напишите комментарий нужно ли подобные видео с выходом новостей и лично мнение автора которые независимые субъективно хотя их полно на всяк на всем сегменте ютуба но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу услышанного и увиденного с вами была готика с вами был сократ завтра новости рдр пока